NVIDIA Max Q. Сегодня я в деталях узнал, что же это такое, прямо на презентации NVIDIA. Но начнем мы по порядку. Меня зовут Руди, вы смотрите видео на канале f.ua, и мы разбираемся с NVIDIA Max Q и крутыми ноутбуками. Итак, коротко. NVIDIA Max Q – это набор технологий, позволяющий производителям делать ноутбуки. Во-первых, быстрее, во-вторых, тоньше, легче, производительнее и лучше. А вы в итоге получаете ноутбук менее дорогой, то есть дешевле, комфортнее, производительнее, да еще и ко всему же тише и без ограничений в производительности. Идеальный игровой ноут по версии NVIDIA – это ноутбук толщиной всего лишь 18 мм. Это ноутбук с видеокартой GTX 1060 полноценной на разрешение 1080p. При этом вес всего этого добра будет всего лишь 2,2 кг, и вам абсолютно без проблем будет кинуть такой ноутбук в рюкзак и унести куда-нибудь на работу, да, поработать и, может быть, биткоины там помайнить. Но не суть, друзья. NVIDIA предполагает, что производители могут отходить от этой нормы, например, как этот Dell Alienware, который весит значительно больше, чем 2,2 кг, он толще, но при этом сделан по технологии NVIDIA Max-Q, и он с видеокартой GTX 1080. У него 7700HQ-процессор, который практически такой же по производительности, как настольный. Как итог, этот ноутбук не уступает по производительности тому, что прямо сейчас у меня стоит в офисе. Max-Q это не только ограничение по весу видеокарте и размерам ноутбука. Max-Q это еще и набор технологий, который упрощает строение этого самого ноутбука. Во-первых, NVIDIA очень сильно хвалятся тем, что они предоставляют производителям какую-то новую систему стабилизаторов напряжения, благодаря которой получается вместить хорошую мощную видеокарту, но маленький корпус. Ко всему же это настройка видеокарты, которая ставится внутри. Допустим, мы имеем 1080, которая стоит в этом ноутбуке, и 1080, которая ставится в десктоп. Разница между ними в том, что в десктопе нет ограничения по потребляемой мощности, а здесь это ограничение есть. Из-за чего NVIDIA сделали оптимальную настройку между производительностью, потребляемой мощностью, а как в итоге еще и нагревом. Но факт есть факт, 1080 здесь буквально на 3-4% слабее, чем 1080, которая стоит в моем компе в офисе. А 3-4% это мизерная разница. Сегодня показали еще одну интересную технологию, которая входит в состав Max-Q, однако может работать не только на тех ноутбуках. Эта технология, которая называется NVIDIA Whisper Mode, запускается на любом игровом ноутбуке с видеокартой NVIDIA GTX 10 серии, то есть 1060, 1070 и 1080. Смысл технологии в том, что производятся оптимальные настройки в NVIDIA GeForce Experience, благодаря чему происходит специальное занижение частоты кадров, которую можно получить в некоторых играх, но при этом настройки графики будут максимальными. Например, для того, чтобы вы могли нагибать в Overwatch, программа специально ограничить частоту кадров на 60 FPS, но при этом настройки графики будут максимальными, и за счет того, что нагрузка на процессор на видеокарту будет меньше, то шуметь все это будет значительно меньше, обещая до 50% меньше шума. Возьмем другой пример, Ведьмак 3. Обещают, что 40 FPS для третьего Ведьмака этого хватает. И это правда. Я уже во всех своих обзорах говорил, что для третьего Ведьмака хватает 30 FPS. И ровно то же самое я сегодня услышал со сцены NVIDIA о том, что 40 FPS это максималка. И все. Благодаря этому снова-таки будет очень сильно понижаться температура работы железа, а как следствие еще и шум от системы охлаждения. Так что NVIDIA Whisper Mode ждите абсолютно все владельцы игровых ноутбуков, у которых хотя бы 1060 на борту. Прямо сегодня говорилось о том, что Max-Q ноутбуки уже начинают продаваться. И прямо сейчас есть ноутбуки на такой технологии от MSI, от Хюрид Паккард, Lenovo, Dell Alienware и еще и ко всему же ASUS сделали свой ROG Zephyrus, который мы видели, между прочим, на выставке Computex 2017. Если в этом перечне нет вашей любимой компании, то нужно буквально немного подождать. Я думаю, абсолютно все производители присоединятся к технологии Max-Q, и вы скоро увидите такие ноутбуки. А пока на этом все. Меня зовут Просто Руди. Спасибо большое за просмотр этого видео. Лайк, дизлайк, подписка на канал и нажимайте колокольчик. Всем до встречи и пока!